Слава Богу, дорогая церковь, с праздником вас! Я прочитаю место Священного Писания, которое, в принципе, каждый раз читается на этот праздник. Начнем с Деяния, первая глава, я прочитаю с 4 по 9 стих. «И собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Почему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и в оси Иудеи и Самарии, и даже до края земли». Сказав «Сие», Он поднялся в глазах их и облако взяло его из вида их. Слава Богу! Друзья, мы прочли место Священного Писания, где, в принципе, ученики, поднявшись на гору со своим учителем, попрощались с ним. И, откровенно говоря, чувства, которые переживали ученики, очень интересны. Вот просто представьте, какое-то время назад они думали, что их учитель мертв, все, его нету. В какой-то момент он снова появляется, и тут опять он уходит. И он им говорит, что придет Дух Утешитель, придет кто-то получше, придет кто-то, что вы еще будете более близкие отношения иметь. Но при этом, в самом моменте, когда ты это переживаешь, ты не особо на это обращаешь внимание. В этот момент ученики больше спрашивали, вот, а ты же вернешься восстановить царство, да? Вот эти вопросы как-то их переживали. Но они не могли тогда уяснить, что, оказывается, их учитель сейчас уходит, Иисус Христос, с которым они так долго ходили вместе. И они ничем не будут отличаться от других людей. Они возвращаются в Иерусалим, и, по сути, их отличие от других людей только одно. Они последние, кто видели учителя. Они последние, кто видели Иисуса Христа. Все, больше ничем они не отличимы от других. Это те же бывшие рабаки, те же люди, которые просто ходили с Иисусом. И вот они в таком ожидании, знаете, им повеление было, не отлучайтесь от Иерусалима. Уже сегодня Вася говорил о тех вещах, что надо было им ожидать. Они ожидали, знаете, может прошло 5, 10, 15, 20 дней, и ничего не происходит. И ты находишься в таком ожидании, и кажется, ну что дальше? Иисус, мы вроде повелевали, ты повелевал нам, мы исполняем, ну а что дальше? Честно говоря, наверное, смотря на них, я понимаю, что мне было бы самому очень бы сложно ожидать. Я такой человек, мне порой очень сложно это дается. Еще с детства, я помню, одна такая комичная ситуация была со мной и моей сестрой. Это было после Нового года, знаете, так обычно конфеты накапливаются у семей. И я не помню почему, но тогда, будучи малым, у нас в доме был целый тазик конфет. Можете после собрания подойти к моим родителям и спросить, как так получилось. Но был целый тазик, и он хранился на балконе, и куда-то мои родители уезжали. И они сказали мне, сестру, вот вечером мы вам выдадим такую малую порцию, а пока ожидайте нас. Они ушли, ну у нас буквально, мы даже не подумали просмотреть, когда они уедут на машине. Мы сразу же побежали на этот балкон. Двоем могли только тянуть этот тазик и тянули его уже на кухню, чтобы делить добычу. И пока мы тащили, вот эта дверь входная, она была вот перед кухней. И мы идем, и дверь резко открывается, и родители возвращаются, что-то они забыли. И мы с этим тазиком стоим. Знаете, вот это такое было, наше ожидание не оправдалось. Мы буквально вот только пять минут даже не прошло. Честно говоря, я не помню, что тогда произошло, но не очень хорошо закончилось. Друзья, мы понимаем, что мы порой должны что-то ожидать. Есть такой период, когда нужно ждать, и ничего другого. И порой ты спрашиваешь у Господа, ты крещеный Духом Святым вроде ожидаешь каких-то ответов и ждешь, что Бог по идее должен отвечать. Ну, пустота, ничего не слышно, и вот при время ожидания. Учеников такое было, и они должны были ждать довольно большой период времени. И они не отлучались от Иерусалима и ждали, когда наступит этот день. И вот наступая в второй главе, мы читаем первые три стиха. Деяние, вторая глава. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Они дождались того момента, когда сошел Дух Святой». Знаете, они подошли к этому делу ответственно. Они понимали, на этот раз надо исполнить полностью, что сказал Иисус. Он сказал ждать. Они ждали. И в какой-то момент сходит Дух Святой. Они получают крещение Духом Святым, они переживают Его. Он наполняет их, они начинают говорить на иных языках, уже начинают действие. Мы видим уже в этой главе происходит действие. Это уже такое, знаете, последствие того, что они получили. Друзья, это великий дар, который мы сегодня можем иметь. Те дары Духа Святого. Когда сегодня церковь может наполняться ими, мы понимаем, что происходит действие. Церковь наполняется, она растет. Только потому, что мы сегодня можем иметь Его. Я хочу прочесть еще место Священного Писания. Это будет 1 Петра, 1 глава, 10 по 12 стих. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которой и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. И доказательство этому еще мы прочтем Езекииль, 11 глава, 19 стих, 20. «И дам им сердце единое, и Дух Новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Друзья, в Ветхом Завете еще пророки, особые люди, которым на какое-то время, кратковременно сходил Дух Святой. Они переживали его, и вот было такое откровение, что оказывается в будущее нам уже будет намного больше. Намного больше мы можем переживать нашего Господа посредством Духа Святого. И вот как бы, может быть, ученики, ожидая, что будет Дух Святой, могли думать, а достоин ли я, а готов ли я принять вот когда-то вот такие великие люди, пророки Ветхого Завета, они переживали. На них сходил Дух. Неужели Бог позволит, чтобы на мне был Дух Святой? Он знает мою жизнь, Он знает мои проблемы, Он знает мои мысли, мышления, мой характер. Но при всем этом, Он хочет, чтобы на мне был Дух Святой. Он хочет, чтобы Он сошел на меня. Друзья, мы видим, мы являемся тем последствием того дня, когда Дух Святой сходит. И апостол Павел, он отвечает на вопросы, которые порой задают люди. А достоин ли я иметь Духа Святого? А достоин, чтобы Он был внутри меня? Чтобы Он как-то руководствовал меня, мою жизнь? Галатам апостол Павел говорит такие вещи. Я хочу подчеркнуть, это в третьей главе. Галатам на протяжении всей главы он описывает им, в каком они состоянии находятся. Они были в плотском состоянии, но у них был Дух Святой. И апостол Павел трижды подчеркивает мысль. Я хочу прочесть эти три стиха. Галатам третья глава, начнем со второго стиха. Он говорит им такие слова. «Се только хочу знать от вас, через дела ли из закона вы получили Духа, или через наставление вере». Потом пятый стих, он опять к ним обращается. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли из закона себе производит, или через наставление вере». Друзья, апостол Павел подчеркивает им мысль. Вы начинали как по духу, а закончили по плоти. И можете задаваться вопросом, почему на вас есть этот Дух Святой? По каким-то вашим заслугам, по каким-то вашим таким титулам? Почему нет? По наставлению вере. Вы были наставлены, вы были научены, и верою вы получили это. Друзья, мы сегодня можем далеко не заслуживать Духа Святого. Мы далеко можем думать, что вот, может быть, и были какие-то мои заслуги. В этом нет, друзья. Мы верой получаем очень просто. Порой не заслуженно, а порой, казалось бы, как оно может быть. И, откровенно говоря, я за свою жизнь где-то в служении неоднократно этому убеждаюсь, что Дух Святой, Он действует по-особенному. И порой может взять незначительное и оттуда извлечь драгоценное. Если нужно, то Господь может через камни его запить, может сказать через них слово. Я вспоминаю один момент, очень такой серьезный в служении нашим подростковым. Это было очень давно. Мы еще тогда с Ильей Корнем только начинали. Мы в одном зале проводить молитвы. Нас было немного, мы приходили. И вот было такое служение. Мы там молились по четвергам после служения. И как-то нам нужно было с подростками поехать в одну поездку, в одну церковь. И уже во время поездки нашему лидеру позвонили и сказали, что необходимо как-то после помолиться с их подростками, с нашими. Потому что там такое положение вещей, что как-то подросткам очень сложно даются какие-то истины духовные. И нужна молитва. И попросили, чтобы были какие-то пророки. И мы начали звонить нашим пророкам, кому-то, кто есть в церкви, кто в принципе может провести молитву, кто это сделает качественно. И откровенно в тот день ни у кого не получалось. В какой-то момент к нам просто подходит наш лидер и говорит, ну, братья, давайте как-то сами дерзайте, пробуйте. А знаете, мы там в волейбол уже наигрались, уже там пошутили как только могли, уже все сделали, что можно и нельзя. Уже с этими подростками. И мы понимаем, что вечером все нужно идти и молиться с ними. Нужно, чтобы там было какое-то действие. И знаете, у нас у самих подростки, ребята, которые, ну, в принципе, мы до сих пор не знали, как к ним подходить, какой формат правильно подбирать, потому что, ну, как-то не шло у нас духовное особо с ними. И вот наступает вечер, мы понимаем, что мы сами-то не какущие, сами-то особо-то и не готовы. И в какой-то момент мы просто смотрим на другую, ну, давай молиться, там посмотрим. Знаете, это очень запоминающийся для меня день был, потому что мы были вот как бы вот как этой горнице. Условно была эта комната, где были наши подростки и их подростки, лидеры их, которые не знают, что делать. Мы не знаем, что делать. Давайте молиться. Мы начинаем молиться. И знаете, в этот момент я просто вижу чудо. Я вижу, как молятся их подростки наши, как просто все в слезах, как что-то просто немыслимое происходит. Происходят вещи, которые для меня непонятны. Логически это никак не объяснить. Никто не был к этому готов. Никто даже вот до этого такого мы не переживали, чтобы, знаете, мы сами приехали, и что-то такое получилось. Для нас это было чудо и откровение, что, оказывается, Бог может действовать, Он может брать просто незначительное и проявлять свою работу, свое действие. И сильно была эта молитва не только для тех ребят, которые были там, в местной церкви. Это для нас было очень таким большим толчком. Люди, которые в той молитве пережили Бога по-особенному, мы увидели результат после. Знаете, может, до этого мы как-то своим умом очень много думали. Может, такой формат подобрать, может, так нужно. Может, как-то такой план построить, и все наши планы, они как-то строились. Но, откровенно говоря, шло все со скрипом. Шло довольно слабовато. Ну вот, просто воззвали Духа Святого, попросили, пожалуйста, прибыть и в этом служении. Оно важно для нас, но мы не знаем правильных подходов, мы не знаем, что нужно делать. Мы можем только руководство, за что ты нам сегодня дашь. И знаете, сошел Дух Святой, Он совершил свою работу. Мы не можем присвоить какие-то награды, титулы себе, мы не можем. Потому что я откровенно знаю, что не заслужили мы этого. Мы не сделали ничего для этого. Но Бог сделал. Он просто в этой комнате совершил свою работу. И я просто понимаю, что сегодня мы можем делать очень много служений. Мы можем в церкви делать очень много активностей. Мы можем делать очень много работы различной. Но если Духа Святого не будет в наших служениях, в нашей работе, это будет просто показательно, это будет неэффективно, это будет идти со скрипом, через «не могу» просто заставляя себя. Но просто в какой-то момент нужно, может, где-то войти в пост, в усиленную молитву, просто попросить Бога, пожалуйста, Господь, ты видишь, что я не справляюсь, ты видишь, что у меня опускаются руки, пожалуйста, будь там, будь там главным, я буду позади тебя, я буду идти, когда ты скажешь, я буду останавливаться, когда ты скажешь, ну, пожалуйста, я хочу, чтобы ты там был главным, чтобы Дух Святой руководствовал нами, чтобы мы могли действовать по Его ходатайству. Друзья, мы сегодня для церкви можем принять очень по-разному Дух Святой. В 19 главе Деяния апостол Павел приходит к Ефесянам и спрашивает их, крещены ли вы Духом Святым? На что они отвечают, мы даже не знаем, что это такое, мы крещены Иоанновым крещением, Духа Святого мы даже не знаем. И вот вопрос, почему апостол Павел об этом спрашивает? Вроде как церковь, которая готовая, которая знает Христа, которая следует Ему, крещены Иоанновым крещением, все вроде при них, но крещением Духом Святым нет. И он обозначает этот момент и говорит, что вам необходимо это, вам необходимо это крещение. Друзья, нам сегодня церкви, мы должны осознавать, насколько необходим Дух Святой. Без Него мы дальше не пройдем никуда. Без Него мы не сможем четко слышать голос Божий, чтобы понимать, где нам нужно остановиться, где идти вперед. Мы можем делать все по программе качественно, красиво, эффектно, но без Духа Святого это будет просто показательно. Не будет в этом силы, не будет, просто мы будем приходить, как на концерт. Но когда есть Дух Святой, мы понимаем, что производит его работа в сердцах. Нам порой непонятно, мы можем очень много рассуждать и думать, чьи это заслуги, кто особо в этом постарался, друзья. Но когда работает Дух Святой, он меняет людей. До этого человек был один, а потом становится другим. Ты на него не мог повлиять, ты можешь тысячу раз говорить ему, что он неправ, что он поступает неправильно, что грешит, можешь его отчитывать, делать что угодно. Он посмотрит на тебя, ну хорошо, и пойдет дальше по своим делам. Но когда его касается Дух Святой, то он начинает меняться. Уже ничем не перепутаешь, эта работа совершается внутри, и твои заслуги в этом мало. Друзья, нам сегодня как в церкви необходим Дух Святой. Я еще раз подчеркиваю эту мысль. В наших служениях, в наших домах, на наших работах, где бы ни были, мы должны понимать, что когда мы ходим с ним, то намного наша эффективность повышается. Тогда мы слышим его голос и понимаем, что мы должны делать, что нет. Нам не нужно тысячу раз повторять и показывать, и грозить пальцем. Мы это сами понимаем, потому что Дух Святой на нас. Друзья, я предлагаю нам в этой молитве просто призвать еще Духа Святого, чтобы Он ходатайствовал за нас, и мы могли бы обратиться к нашему Господу. Молимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.